Да, смотри. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 109. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 29 марта 2016 года. Это у нас как эпиграф. Соизвещение царя просчитайте и просьба, чтобы вы заходили на наш форум, а не в контакты, где я не бываю. Модераторы, если меня перекидывают, а я с форума теперь даю им, они к вам внесут этот длительный процесс. И притом многое мне не доходит оттуда. Они говорят об этом. Просто не успевают. Прочитайте, а что здесь есть. И объявление. Помочь краткое содержание нашей ролики. В последнее время вообще перестали помогать. Почему, не знаю. Видимо, тоже заняты. Ну, выбирать надо время заняты. Помогать, если хотите, чтобы другие понимали, о чем тут говорится в ролике. Ну и дальше вот это вот. Все-таки надо вот это выполнить. Говорят, объясняют, просят люди дома на стационаре в эти системы, как перевести. Ну и занятия у нас вот идут. Ну и вот что тут немножко я взял. Сейчас пост идет. Поэтому эти утренние наши ролики, они намного короче стали. В два с лишним раза. Юрий Соболев, миром Игнатий Тихонович, ночью слушал вашу проповедь. А во время утренней молитвы пришла мысль о том, что слова «вера от слышания», «ослышание от Слова Божия» можно и даже нужно отнести не только к благодати, призывающей к моменту уверования, но и ко всей последующей христианской жизни. Иначе говоря, без Слова Божия, без ежедневного чтения и обращения ко Святой Библии и веры настоящей христианской не будет. «Сама вера будет, верить можно, в конце концов, в то, что завтра будет теплая погода, а есть и бесовская вера, но это будет вера, балансирующая на грани с верой языческой и идолической». А три дела на словах. «Что повсеместно мы и наблюдаем. А вот чтобы истинная вера, вера от чистого источника, то только от Слова Божия. Для чего Господь призывает исследовать Писание? То есть это и есть тот фундамент, и та нить, которая связывает нас с Богом до страшного суда. Потом вера будет не нужна. Христос станет очевидным для всех». «Очевидным». Видишь, как он понял. То есть мы увидим его. «Это теперь пребывают все и три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Тогда же все осветит солнце правды Христос, в которой есть любовь. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества упрекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». «Интересно, вот он говорит, Юрий, некоторым это тошно прямо слушать. Его считают за врага моего, что он сутра меня хвалит. А где он тут хвалит-то? Это проповедь настоящая? Что так нетерпимо? Самое нетерпимое и ко мне, кто к этим лже-миссионерским отделам как-то прилепляется и посчитает Дворкина, разрушителя православия, человека плотского, мирского. У них это нетерпимо, вот это, когда говорят это люди. Ну, маленько себя тоже исследуйте-то. Кого можете исследовать-то? Подумайте, когда вы получили рождение свыше, как на вас это отобразилось, как дух влияет. Вот только все найти где-то. Работа-то какая миссионеров, они понимают, миссионеров? Найти яговиста и ткнуть его, а лучше еще морду набить ему. Ну, как это говорили, встретили его казаки. Ну, называют все место, где-то говорить не надо. Ты еще ходишь здесь, а кто-то сказал, к нам сейчас заходили. Они быстро его нашли. Он молодой, лет 16, один пошел. Зачем он один пошел? Ну, что у тебя в сумку? Библия. А они уже знают, что их этот так называемый всемирный перевод-то не надо. Они берут православный синодаль. Это казаки? А, да ты еще сбиблина. Они Библию изорвали и бросили ее, рвнули ее, порвали и бросили в лужу с грязью-то. Он упал на нее и закрыл. Они давай его пинать, ребра сломали ему. Это православное. Это все работа миссионерских отделов. Прямо дыра в преисподнюю. Научиться миссионерам нельзя. Это дар Божий, благословение от Бога. Если они думают, что работать надо в миссионерских отделах, только вот это создавать-то, они никакие не верующие. А то, честно говоря, мирская организация, система. Из системы они не могут никуда выйти. Система заправляет, иначе тебя в партийное взыскание тебя оттуда выкинуть. И дальше он уже не понимает. Давно раб, искороженная совесть. Он ничего не понимает. Но где-то надо выйти. И поэтому с теграмтами-то ничего у них не получается. Так они нападают на православных. Теперь они самые главные грызуны. Грызу тех, кто что-то говорит на Андрея Кураева, сразу кинулись в один день. А в нынешнем веке только по слову апостола в нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано праведной, верой же будет. Вот так. Вроде так. Все. Ясно и просто. Ты Бог, а этот союз-дефис и есть вера-связь. Кстати, от санскрита варатра. Вера, веревка, канат, которая от Слова Божия. Все. Формула-то проста. И для меня открытие. Я благодарю за ваши вдохновенные проповеди, Игнатий Тихонович. Храни вас Христос, братьям поклон. Это было 27 сентября 1962 года. Мне дали в руки Библию. 17.00. Все это на глазах. Я склонился только. Ну, у меня вечером надо идти уже. Опять корабль на рейде стоял. Лоцманский катерок привозит. Ну, а потом забирает тех, которые на берег сходят. Я только через пальшборд перешагнул. Пальшборд это борт с такими с отверстиями, чтобы вода, когда шторм идет, она стекала с палубы-то. Не просто как корзина. Я первым матросам начал говорить. Я не хотел. Я знал, все изменится. Учусь в высшем мореходном училище. Член судового комитета. У меня все прекрасно. В один день я все разрушил. Я об этом не думал. А здесь они вымеряют, потому что системы никакой нет. Дух святой. Дух святой. Они нигде не были. Если бы их послать туда, где были апостолы, они бы увидели это. Защищают все, что в этой системе православной или католической. Вот сегодня 30 марта 2016 года. Смотрим календарь. Разрешаются растительные масла. Вчера не разрешалось. И завтра не разрешится. А сегодня нет. А почему? Ради святых. Сегодня святых много. Но это только ради одного Алексея Божьего человека. В жизни которого не было даже шага евангельского. В верующей семье. Отец, мать верующий. Отец начальствующий в городе. Все верующие. Женился, послушался, повенчался. И в первую же ночь сбежал от невесты. И вот теперь он скитался. Потом к дому прибился. И жена, невеста сидит. Жена она, не жена. Кто она? Соломенная вдова в окна. И плачет все время. Где же Алешенька? А он здесь. На него слуги плюют там все. И он здесь теперь. И вот смотрит. Это путь Христов. Ну и вы же в этой системе. Ну скажите хотя бы раз-то. Что боитесь-то? Говорится, хвосты прижали все. Кто не побоялся сказать? Андрей Кураев. В первую очередь его надо свалить было вам. Молитвы особые, чтобы Андрея свалить. Молитвы монашеские стали составлять. Ну сами подумайте, ладно ли это. Я посмотрел сейчас календарь. Дай-ка вон вверху лежит. В первый раз. Хороший календарь. Ну услышал. Это 2014 год. Очень хороший календарь. Большой. Но священникам он не подходит. Его нельзя положить на аналой. Он падает. Сколько здесь страниц надо посмотреть. Где-то есть или нет? Вот здесь вот. Какая цифра? 238. Ну еще 2, то 240. Это прям большой журнал-то совсем. Я вот сегодня открыл. Ну тут что больше. Патриарх служит, свечки, иконы. Ничего в благовестии-то нету. Нету, самого главного нету. Ну патриарх, ну куда? Что с папой сравнивают? Посмотри, он как ангел божий выглядит. Я говорю, выглядит. Ну посмотри как. Он весь в херувимах. И на лбу у него херувимы, и эти уши длинные, это висят в этой, ну на голове-то у него, так и назвать донижается, и назвать камелавка не пойдет. Ну что это? Куколь. Ну посмотри. Только не знаю, как только в епископа ставят у них. Крест с ним, как будто нет креста, вешают вот эту эмблему. Ну это Божья Матерь там изображенный. Крест выше. Ну все-таки под крестом, не внизу крест. Это все у него ладно. Но дело в том, что в этот же день святые, папа, мученик, ноль внимания, мученик, ну папа, значит, проповедовал до конца был, и впереди и позади святых много в календаре, но на этот день разрешается растительное масло. Почему? Я спрашиваю, почему? Я не могу не задавать. Тут не надо быть религиозно талантливым, чтобы через чрево. Ну, женщина знает, у мужчины путь к сердцу через желудок. Кормить его надо хорошо. Каждый день ему бананы в рот толкать, и он будет с ней, не уйдет никуда. Как я, к слову сказать, считал про одну женщину, и она говорит, уже трех или четырех мужей на тот свет отправила в Англию. Ее судить нельзя. Видимо, чем-то она привлекает. Она начинает кормить. Ваня полежит, жен ничего не делает. Проходит года два, он скопыльнулся, а имение-то него подписано. Он разжирел, но и теперь его еще только краном вытаскивать. Жиром заплыл, как морской слон. Вот. И что получается? Монахи идут через желудок. Вот вы сами думаете, вот сейчас будет Лазарю суббота перед фоном Господним в Иерусалим. Икру можно, а рыбу нельзя. Вот. Это один день в году, так почему? Икра внутри. Рыба это гроб, а это жизнь. Икра, Лазарь воскрес. Тут понятно легко. Яйца тоже, да еще с глупостью с такой. Яйцо это с корлупа гроб, а там у него жизнь внутри. Христос воскрес. Но не варили, вы же убили тогда Христа-то. Надо поздравлять только сырыми яйцами. Тогда будет иметь смысл. И вот сегодня разрешается растительное масло. Ради этого Алешки. Божий человек. И название-то какое-то. Божий человек. Вы чего-то убедились? А почему нападаете на Царионова, что он назвал воля Божья? Да почему нельзя назвать там свет Христов? Претензии какие? Сегодня день памяти Алексея. Божия человека. В жизни которого полшага не было евангельского. Это совершенно новая вера. Абсолютно новая монашеская вера. Как Григорий Петров говорил, строится не Царствие Божие, а Царство попов и монахов. Ну скажите об этом. Лжемиссионеры. Они только глядят, где напасть на тех, кто благовествует. Как бы ни проповедовали, Павел говорит, и тому радуйся. Если я не говорю о беритеках, чтобы не сказать. Вчера мне один пишет. Роман Фроликов. Спаси Бог вас и ваших общинников, Игнатий Тихонович. Благодарю Бога Троицу, что Он воздвиг вас из народа. Теперь думаю о том... Это почему это? А вот говорит, Тарабич-то. Вот там написано из народа-то. Это уже оттуда слово взято. А-а. Да. Митар Тарабич. Теперь думаю о том, чтобы мне не оказаться человеком, который только грелся теплом от вас и ваших помощников, исходящим и ничего более не сделавшим. И вчера мы с ним поговорили по телефону. Я там, мол, в сайте. И будет ролик небольшой поставленный. И он где-то говорил в таком месте. Там народ мешали. Где-то бесплатно давали ему говорить. Ему отказано приезжать. Потому что в прошлом году было разрешено. И вдруг исчез нигде нет. Я там все это выговариваю. И теплом, да с большой буквы-то. Я уж ничего не меняю, как есть. Запятые только проставил где. И он не ожидал. Это видно, что-то и загул хватался. Но я совсем не отвергаю. Заново, говорю, надо будет знакомиться, чтобы было видно. Видишь как. Роман Кучма. Дорогой Игнатий Тихонович, здравствуйте. С радостью великой читаю сокровища с толкованием. Ну, это понятно, что трехтомник Нового Завета. Повторяю, у нас вышел трехтомник Нового Завета с толкованием Блаженного Фефилахта. Трехтомник по 752 странице. Впервые за 2000 лет в Западно-Восточной Церкви этого не было. Чтобы толкование было с откровением вместе. И еще с комментариями. И еще с репродукциями лучшего иллюстратора Библии Гюстава Доре. Полностью 230 и 10 еще и из классики. Лучшего не было. И думаю, нельзя издать. Только можно больше размером. Лучше невозможно издать. Это Бог так делает. Роман Кучма. Дорогой Игнатий Тихонович, здравствуйте. С радостью великой читаю толкование. Когда говорится о крещении Иоаннова, Матфея, это глава, разве тогда уже потреблялось само слово крещение? Видите, как три и запятая. Ну, тут даже говорить не надо. Что не запятая между главой и стихом, не запятая. А если пятый и седьмой стих, вот между пятым и запятым, седьмой. А если от пятого до двадцатого, тиры ставятся. А глава и стихи разрядятся только двоеточием. Только двоеточием. Это православные издавали, когда симфонии, тоже через двоеточие. Вот православные бывают точку запятой ставят, то есть совершенно не знают. Только двоеточие. Как поставили другой знак, вижу, что это православные. Я отвечаю, да. А ты, простите Бога ради, откуда оно взялось, при чем там крест? Ответ. Ну, я не наявлю, крещение, когда Христос-то еще не умер. Откуда крест? Я отвечаю. Слово крещение на всех языках переводится совершенно одинаково. Погружение. По-немецки, по-английски, по-французски, везде одинаково. Погружение. Вообще слово крещение никто и не знает. Итак, погружение. Дальше. Не только в русском языке и церковно-славянском предпочтение в переводе было отдано страданию, мучению, которые наступают при перемене жизни. Это только в переводе. А в оригинале здесь нет этого слова крест. Ну, поблагодарил и все. Понятно стало. Спаси Христос. Юрий Соболев. А нет, нет, вот он. Теперь все понятно. Теперь все понял. Спаси Христос. Да, Юрий пишет. Подумалось, лет через 50-100 вполне может появиться ряд исследований, которые можно объединить одним названием. Влияние внимательного изучения Игнатия Млапкиным, священного писания, канонов, святоотеческих и житийных преданий, православной церкви на православную, церковь конца 20-го, начала 21-х веков. Ну, парадоксально звучит, но пока это видится, вполне возможно. Вот интересно. Несколько священников эту же самую мысль подали. Вот на Игнатия, говорит, нападает. Но поверьте, пройдет лет 50. Да что я говорю 50? Говорит, намного меньше. И будут исследовать. И там, где он обречает священников, это выкинут и канонизируют. А другой, говорит, еще и мощи будут резать. Но тут уж я не стерпел. Я говорю, как дам сапогом. Я показал, что меня хоронить в стоптанных сапогах. Тело не обмывать. На грудь, чтобы у меня была Евангелия заламинирована. И на кресте все время Евангелие, Новый Завет вывешивали. С надписью «Берите, кому это нужно». И все время подновляли. Ну, вот так. То есть, вот такое, как бы, пророчество дают мне. Сохрани Бог от всякой канонизации. Ну, и дальше, вот что показать у нас. Это в моем мире, это моя страница. Там несколько страниц. Другие там из Голубь, а именно вот это вот. Здесь. Сколько видео? 2902. Вот. И сколько фотографий? 18916. То есть, многое можно здесь взять. Здесь можете заходить, видите. И житя из цветов выставляются. Вот так. Ну, и что тут еще? Показать нужно на наш этот форум. Вот он, как форум выглядит. Посмотрите. Это большой форум. Здесь, где-то, чтобы я где-то отвечал. Я сейчас вот покажу. Так вот открою. Последнее было. Так. Ну, это. Такое. Такое. Это. Большое. Это ко мне обращаются. Это вопросы. Ну, тут я уже не отвечал. Я заскочил не туда. Надо посмотреть, где я отвечаю. А то и ты не отвечаешь. Ответ очень простой. Отвечаю. И отвечаю, притом не раз. Что тут вот это? Гонение на христиан в мире. Ага. Католицизм. Католицизм. Вот. Сколько у меня здесь? Посчитай. А в сообщении 7391. Ну, как я не отвечаю. 7 тысяч ответов. Далеко не у каждого посетителя такое. Так это 6 лет назад было еще. А когда? Ну, это, не знаю, что за данные. Современные данные. Ну, это. Вот. Вот еще тут написано. 2010 год написано. Ну, вот. А теперь намного больше. 7 тысяч раз я ответил. И какие ответы-то? Посмотрите. Вот я беру. Вот. Это мой ответ. Это мой мой. Я ниоткуда не брал. Это мой материал. Ответы-то какие? И потом сделать, как чтобы смотрел. А так что ропота никакого не может быть. Я отвечаю. Я отвечаю. И скажу. Говорю, где? А если это непонятно. Желает человек напасть. Ну, тут еще не сделать. Наш православный видеоканал. Тут больше 4250 только наших роликов. И вот стихотворения ставлю. Под ними как раз тихо. И проще выставляю. Вот сегодня только выставил утром. Я встаю пораньше. На полтора часа. А остальные в 4.40 встают. Вот. Сегодня я поставил вопросы. События дня. Сколько посетителей? Тридцать. Два. Тридцать шесть. Вот уже тридцать шесть утра. Ну, здесь поменьше остальные. Самое. Менее популярное. Это златоуст. Что удивительно. Ну, я хочу сказать, что вот на нашем видео. Если нажать здесь главное. Вот я сейчас нажму. Она сразу переменит структуру этих. Вот. Вот она кинула. И вот здесь идут жития святых на каждый день. Добрый человек выставляет их. Много труда это занимает. Это 1170 роликов будет. 1173. На каждый день какие-то цветы. Я их насчитывал в 80-х годах. Пожалуйста, берите, считайте. Они переносятся. Все здесь, что есть на мой мир. Копируются. И вот. Это главное сокровище. Это склады. Если там разговоры идут, здесь вообще мертво. Поставлено, застолбили. Около 50 книг. 50 книг. Аудио. 2500 часов слушать. Златоуст насчитанных 12 томов. Жития 12 томов. Заходите и смотрите. Все книги здесь наши. Даже которые не изданы были в бумажном варианте. 7 томов у меня не издано. Там 4 тома по 800 страниц стихи. И вот вопросы и ответы. Так что, милости просим. И вот на этом сегодня все. Благословен Господь. Богу нашему славу вовеки. Аминь. Стань по большей руками. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!